А я тебе совсем не нравлюсь? Главное, чтобы ты гайке своей нравился. Ну, сценарий был написан в 2009 году еще, первый его вариант. Вот, запуститься удалось только в году, в 2013. Кино рождалось достаточно у нас сложно, долго, потому что были перерывы с финансированием. В итоге вот к 2017 году удалось его закончить. Все примерно одинаково переживают свои 15-16 лет. Мне кажется, это не очень сильно зависит от времени. Одни и те же люди испытывают эмоции, одни и те же переживания у персонажа. Они в зависимости, мне кажется, от какого-то времени. Хотя история абсолютно современная, история про наши дни, про наше время. Ты что, мамку зачем послала? Нет. А что хотел? Это молодой человек, ему 16 лет. Ему нравится эта женщина, женщина старше его. Он не знает даже, что с ней делать. Он не знает, как к ней подойти, заговорить. У него конфликт происходит в школе, происходит конфликт с отцом. Собственно, основе конфликта с отцом развивается вся история. Ну и приобретает в итоге какой-то большой масштаб, где мы выходим в конце на какие-то, ну, по крайней мере, я задумывал. Мне хотелось, чтобы зритель это увидел, на какие-то более глобальные смыслы о том, о нашем социуме, о том, что сейчас происходит в обществе. Как себя чувствует молодой человек в обществе, молодой человек не только городской, но и молодой человек, который живет в сельской местности. Мне очень хотелось, чтобы картина проговаривала время, говорила о том, что происходит сейчас. Происходит сейчас в умах, в сердцах, в душах молодых людей. И, конечно, как любой режиссер, любой автор, я что-то вкладывал из себя в героя, в какие-то свои эмоции, эмоции своего того возраста. Да, любое кино настоящее, если оно сделано просто от души, если авторы вложились, если это искреннее кино, оно и есть настоящее. Мать, выйди. Нам поговорить надо. Мать, выйди.